Ну, почти получилось. Оторвали бензонасос. Жёсткие ребята. Это видно всё. А как они его оторвали? Ну, сам отпал. Сам отпал, да? Так не оторвали, он плохо... Просто заводской брак в насосе. Ну, что, усиленный поставите в следующий раз и выиграют. Магнитол... О, Сбехи руль, ёлки-палки. У меня такой был в 90-х. Он нормально плавал. А вон магнитофон, ёлки-бабай. Вы видели уровень этой машины, пацаны? Если тут можно облегчить, то ещё килограмм на 200 снять. Там же одна крыша, это же центр тяжести и высоко, так? Порточка прикольная. Здесь всё ряда повисит. Там ещё молоток, чтобы было... Слушай, вы ездите. Да? Не, ну салон... Салон хороший. Ты цепляй бутылку, выезжай на бутылку. Супи парися. А что, она подтянет саму? Накачаем бутылку. А, подождите. Не надо, стой. Сейчас на бутылке поедут. Ждём экшен. Не-не, выпей, куда? А всё уазовское, да, в машине? Да. Блокировки есть? Самоблоки. Впереди и сзади? Впереди и сзади. Самоблоки я люблю тоже. Мы бензин делаем, мы же сам и делаем. У насос отломан. Качает только вручную. Меморатор выше некуда. Подожди, Вет. Вроде есть бензин. Кто-то... Крутонечить. Кто-то едет. Так, пошли. Ёлки. Там капот. А капот, да, закрыт. У тебя, смотри, вырез под дерево как раз в капоте. Глянь. Чётко, да? Так, кто-то приехал. Семидесятка на Лапландерах приехала. Сейчас будет... А, нет, вот сейчас... Денчик. Сейчас будет экшен. Ещё одна машина. На, внука. Сейчас хорошо. Тут свободная как-то стала. Меньше. Ох, какая волна красивая пошла. Хорошая речка. Шикарная даже. Ну, пытаются. На лебеде идут. Пытаются пройти дерево. Дальше заведутся и поедут. Сцепления нет. Бензонасос от двигателя оторван. Тут семидесятка на Лапландерах. Один из лидеров. Я думаю, на сейчас, наверное, лидер. Правее, может, руль чуть-чуть. Руль выравнивай. Правее, 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 правее. А вот, хватит. Руль. А, мамай, колёс. А, мамай, мамай. Пока выше. Как уверенно. Уверенно выехали. Да, Toyota. Семидесятки на Лапландерах, которые едут. Хорошо едет. С Казетом. Ну, Казет, я тебе скажу, мне не нравится. Он слабенький. Я буду что-то 5,7 хеми стать. Зато он воды не боится. Зато воды не боится. Да, колёсная. Колея широченная просто. Интересная машина. Очень дорогая. Вон, то дерево, где у вас. Смотрите, у вас как-то там пробирается вперёд. Расширители красивые, но не для такого трофи. Остальные пока не приехали. Ну, тут, видишь, что тут творится. Там речка. Там ходом. Тут нормальный экшен идёт. Подожди фотографию на аватарку тебе. Меня же возьмите, пацаны. Видели этот экшен? Это круто. Так, а что, он через речку поедет сейчас? Что случилось? Там человек сидит. А ты спрыгнул? Выбило. Светлана, подожди. Слушай, секунду. Погу держаться там. А я не могу ехать. Ты как-то туда... Баклаж, попробуй пейте. В патрубах и в бензоносос. Давай, запускайся и поехали. Так, следующий этот. Ну да, вам же надо координировать действия, да? Там кто-то приехал, да? Всё, пошёл. Нет, ну тут экшен нормальный. Свет, назад, давай назад. Назад и поменять траекторию. Давай, справа и вперёд. Справа, да, и вперёд. И справа идёшь. Сильно, вверх. Давай, давай, подводи, подводи. А я не знал. Става, 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 става. Нормальный экшен. Ещё и дорогу подсказывает. Серьёзный штурман, да? Да. Красиво идёте. Ёлки, а как же ж тут мне пройти? Сейчас попробую через остров. Мне же надо от них не отстать. Я готовился, в принципе, к этому заезду. Сапожки одел. Курточку. Ё-моё, как же живо показать? Посмотрите. Лента. Порвал. Срава, справа, справа. Слепой. Бэховский руль. Да, то у нас только фамилия слепой, а тут реально, реальная жесть. Ровно. Ровно, левее, левее, левее. Левее, левее, левее. Стой, 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 штурман упадёт. Не упал? Давай, давай, кем туда. Офигеть вообще. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да, да. Можешь медленнее чуть ехать? Я не успеваю записывать. В лагерь едешь? Фух. Красава. А как ты удержался, чтобы там не упасть? Это жесть. Так подожди, вот же на финиш, я надо финишировать. Смотрите, вот так это выглядит. Насос оторван. Вот это экшен. Гонка, походу, завершилась. У нас есть, у меня подширка, спорт. Давай. Сейчас разойду. Да ну, там дорогие машины стоят. Там дорогие машины стоят, говорит. Слышь, какой-то надо стульчик вот тут сбоку у предела, чтобы я мог сидеть и снимать, когда вы едете. Да на крысу залезь, ноги сюда спустите. Блин, там не видно будет. Давай потихонечку. Давай. Похода на аватарку тебе. А скорость включил, как мы поедем? Скорость сразу... Блин. Сразу поехали. О, так намного легче. Тут. Он еще и курит, ё-моё. А что ты куришь? Барламин. Барламин, да? А так и не скажешь сразу. Ой, блин, это круто, конечно. Харьков отжигает по полной. Там, судя по всему, идет движуха еще, да? Прямо поедем к движухе или куда? Вон там движуха идет. Леветь. Так. Леветь. Давай на парковку. А, мы на парковку идем. Ну, там продолжается борьба. Сейчас мы туда пойдем. По переговорке говорит, куда ехать. Тут яма, осторожно, чтобы не удариться. Онлайн идет, онлайн идет. Право, 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 право. Вот, влево. Пусты. Провей, провей, провей. Давай вправо. А, сюда, вправо. Пилот идет по приборам. Капот, вот видите, в таком состоянии находится. Штурман здесь. Волта. Провей, провей. Будь вправо. Влево. Осторожно, Лексус. Вправо, чуть-чуть. Нормальное кино, я думаю, вам нравится. Куда-то они идут. Судя по всему, гонка завершена. Там эвакуация идет. В той яме дальней. Сейчас мы пойдем смотреть. Скоро будем ехать в сторону Прилуха, а потом в Накиев. Глянь, прямо к мангалу вывел. К мангалу тебя прямо вывел. Понял? Это жестяк вообще. Прямо к мангалу вывел. Хорошо, что переговорка есть, да? А ты едешь, качаешь насосом, да? Я его держу. А, чтобы он не отломался. Так что, можно пить шампан? Сейчас минимум поста так. Нормальное кину. Слышишь, можно просто пол капота так кусочек вырезать, чтобы ему удобно. И тебе будет что-то видно. Вывел хорошо. Ребята, а как эти колеса? Держит передний мост? Через раз, да? А что это, 35? 35 или 33? 33? Да, хороший тут экшен. Да. Пишите, ну, в чате, я имею в виду, пишите комменты. По чуть-чуть идет. Пацанов спасли, видите, они еще и дергают в УАЗик. Это тот УАЗ, который утонул. Спасли, спасли друзей. Популярная эта техника в Харькове. Доступная в ремонте. Есть усиленные запчасти. Да, к сожалению, ребята на белом шли. Красиво. Но Вот засадная яма тут. Сейчас я хотел их попросить открыть капот. Стоковый, почти УАЗ. Ну, не стоковый, но все УАЗовское. Небольшой тюнинг. Блин, а хорошо шли. Бывает. Ничего. Да, не, ну красавцы. А что там под капотом? Блин, тут какие-то слухи такие ходят разные. Мотор УАЗа. Компрессор Мерседес. Компрессор Мерседес? А настройка? Карбюратор? Инжектор, да? А 16-клапанный мотор? Мотор. Обычный, да? Моторист. Кто, вы моторист? Да. Блин. И как вам это удалось? Это он дорабатывал. Он дорабатывал. Я сделал сам скелит. А он еще ремешок накинул ременной. Ну да, ременной. Я понял, компрессор Мерседес. С двухлитрового, наверное. Или с 2,3? 2,5. Не, компрессор с 2,5. Мерседес там есть 2,0, 2,3. Ну, хотя там они, наверное, однотипные. Так, ну теперь спасти надо котлету. Так, а трехлитровый 2,9 мотор? 2,5. 2,5 не разрывает. Остальные не выдержит. И поршневая, иди. Ага. У вас, наверное, серьезный стаж по работе с моторами, да? Есть, да? Болевого. А это, а Жигулевские тоже делаете? Да? А сколько? Много уже наездил по времени или? Четыре года? Четыре или четыре. Года? Да. И все четко. Кручка. Да это вы, наверное, хорошо моторы делаете? Ну, на балансировке я вешаю все. Да? А, требования ваши высокие, я понял. Требования. Коленвал делаем. А вы с маховиком? Нет, отдельно коленвал? Отдельно коленвал балансируется. Отдельно маховик балансируется. А все отдельно? А корзина? А корзина, сцепление вы поменяли с корзиной, что? Коленвал вытаскивать, балансировать? Нет. Ага, вы по такому принципу, я понял вас. Маховик. Маховик, коленвал. И... Ну, а маховик с коленвалом вместе или не надо? Все сперва делается, коленвал отбалансируется. Прикрутили маховик, отбалансируется. Прикрутили в обувину, отбалансируется. Спереди шкив? Да. А, вот так? И оно все потом работает, безумительно. Другой человек, карбюраторщик, тут любитель поиздеваться, когда я убитель сделал. Маховик, у меня карбюра иногда расстроится. Так. Он любит эту холостую. И сколько же она в Волге будет держать? И сколько она держит? 120 оборотов. Да ну ладно. 120 оборотов? В минуту и она работает. Ну это только Волга такое может. Ну это Волга же. А с Жигулями что он делает? Не с Жигулями, а с Жигули она на 500 оборотах лампочка горит. Уже ему давление масло. Ну да. Это ж только Волга. Ну да, конечно, я не нравится только. Я понял вас. Спасибо. Будем обращаться. Да, друзья. Таких людей встретишь. Одно это стоит приехать. Да. Котлета сидит. Третий час. Это я не шучу в прямом смысле. Как вам такой дядя моторист? Дядя Виталик. Да. Знакомая ситуация. Что там, лебеда села, да? Да нет. Прилипли плотно, да? Ну давайте, я сейчас... Да, я понял. Не, ну рывком тут уже. Давайте я вам фотографию зато сделаю классную. Еще раз. Все есть. Время разбрасывать камни, время... Да, да, Соби номер дал. Тут самый главный камень, и он сидит. У Найков стоит. Да нет, больше. Моторист серьезный у вас такой. Да. Так, компрессор... Компрессор он сказал, ты уже примастырил. Ну я делал под него. Он делал так. А. Удал мотор, а я уже дальше собирал. Дальше доработал. А? Дальше доработал уже, да? Потом мне дойдет. Примерно полгода. Настроек, мучений. Долго, да? Ну да, надо, чтобы оно заработало правильно. Самое сложное во всем этом, наверное. Запустить, настроить. Ну да. Ну едет четко. Взвешивали, сколько весит машина? Взвешивали. Взвешивали. Ага. Хороший вес. И 33-й сильвер, да? Полуоси усилены. Уже одна сигнал шла. Сегодня? Сломал, да? Вперед. Да. Слетал. На первом ревсе был порвал обычный, и тогда вторая, третья, четвертая ревсе отнесли. Но это усиленная. Обе впереди. Две усиленные впереди? Да. Но это неплохо отъездил. Еще учитывая режим. Порвал правый редуктор. Он что-то кричал, что на блоке он его порвал, насколько я слышал. Или то здесь дорвал уже. Не, вот там он поехал, когда объезжать. О, Саня! Что, сломали желтую? С ручья вытягивали? Блин, как-то он поменял форму якорь. Слышь, а давай клинком вот так, отмотаем. Ну да, достойно. Это тот якорь, который ты делал? В Харькове все суровые такие. По всей Украине все с алюминиевыми якорями, все в Харькове все с остальными. По всей Украине на Тойотах, на Ниссанах, тут на УАЗах, на Нивах все. Ну такое исполняют. Давай уже можно пробовать. На себя, Лена, на себя. На себя. Есть. Блин, поменял он нормально форму. Ну такой сложный. Дополнительный. Давай, подожди, фото, фото давай. Да, якорь немножко износился. Спросим, спросим, что за машина непонятная. Ховер, ховер. Ховер? Ну я понял, да, по ручкам дверным. А внутри? Все остальное, ховер? Какой мотор? Двухлитровый. Бензин. Ну понижение там, да, нормальное? Родная раздала? Так мало понижения, наверное. Нормально? А, у ховера занижена из-за мотора, да? Плюс мосты. Ну занизили тоже, да? Ну хватает, нормально, да? Сколько весит? Полторы тонны. А колеса не видно, модель не вижу. 38,5 багера? Ого. Так нормально зарядились. Неудачно попали просто. А тут, видишь, затекло водой после первого... Надо было там. Да, надо было там. Там проходное было. Будут пробовать достать двумя лебедками. Машина работает, не заглохла. Не перегрелась. Все нормально с ней. Пошла. Да, такой четкий экшен получился. Ну тут одно отцепить уже можно. И одной подтянуть. Шлемы под цвет каркаса. Тридцать восемь с половиной. Богер. Он поедет отсюда? Все, оттекай. Все. Да, вот такой был день. Да, такой жестячок. Все, пошли все в лагерь. На сегодня пока все, наверное. Подписывайтесь на канал. Но колокольчик не забудьте включить, потому что не видно. Когда он не включен, не видно вам свежее видео. Онлайн, не приходит оповещение. Круто катнули вообще. Какое-то оффроудное безумие. В Харьков нельзя пропускать. В общем, оффроуд здесь очень четко. Всем рекомендую. Всем пока. До встречи. Спасибо.